Alfa Romeo Giulia 1300 Ti Получила в свое время огромную популярность Как у обычных итальянцев, так и у представителей мафии Криминальные элементы любили эту машину за ее потрясающие скоростные свойства Она была практически неуловимой Но этот факт он сыграл с продажами Alfa Злую шутку, поскольку впоследствии обычные люди стали избегать покупки такой машины Не хотели просто ассоциировать себя с мафией, с криминалом Но при этом машина получилась все равно очень массовая Примерно 500 тысяч было их выпущено И перед нами отлично отреставрированный экземпляр Здесь можно разглядывать машинку долго Очень много всего интересного Всякие приятные мелочи Например, смотрите, как выполнен повторитель поворота на крыле Вот эта хромированная накладка, она добавляет шарма Добавляет силуэту какой-то стремительности И здесь такое встречается во многих дизайнерских элементах Такая интересная выштамповка на капоте Всего лишь одна форсунка омывателя стекла Необычное расположение дворников Они расположены друг напротив друга Такой оппозитный крепеж дворников Только с одной стороны присутствует боковое зеркало Здесь выштамповка логотипа Alfa Romeo Машина была качественно покрашена Здесь никаких нет практически, скажем так, косяков Даже резинки все в идеале Люди, которые занимаются коллекционированием и реставрацией Знают, насколько сложно найти уплотнительные резинки На старые автомобили Alfa Romeo Giulia выпускалась в этом кузове с 1966 года по 1972 год На ранних версиях сзади были барабанные тормоза Здесь уже установлены дисковые тормоза Сами диски не родные Они от Audi 80 Но диски абсолютно такого же дизайна Устанавливались на спортивные версии Alfa Romeo Поэтому я не могу назвать это каким-то колхозом Выглядит все очень-очень, скажем так, уместно Тем более здесь стоят центральные колпаки от Alfa Romeo Такая антенка Вообще считается, что вдохновившись успехом Alfa Romeo Giulia на рынке Фирма Fiat выпустила свой Fiat 124 На базе которого потом сделали известную всем нам копейку И, скорее всего, это правда Потому что дизайнерские элементы все очень-очень похожи Ну, многое напоминает копейку Интересно выполнена крыша Видите, здесь такой, как спойлер, что ли Что касается обтекаемости То это одна из немногих машин того времени Которые продувались в аэродинамической трубе И не зря, поскольку показатели аэродинамики Очень хорошие в этой модели Практически как у Porsche в тех лет А Porsche мы знаем, что это признанный О, кстати, еще одна Джулия поехала уже современная Мы знаем, что Porsche это признанный Ну, одни из лучших спорткаров, скажем так Всех времен и народов Что касается задней части Здесь тоже все в оригинале Все шильдики Все молдинги Все как по заводу Немного странно смотрятся эти прямоугольные фонари Немного инородно И интересно смотрится багажник Такая выштамповка То есть он же и багажник Он же и спойлер Такой двойной утиный хвостик Необычно Смотрится необычно Машины старше 40 лет в Нидерландах На них стоит черный номерной знак Это означает, что машина имеет историческую ценность Владельцы таких машин не платят налог на них Заглянем под днище Ну, особо здесь ничего не видно Видно, что все в хорошем состоянии Нет никакой ржавчины И давайте заглянем в багажник Страшно представить, сколько таких багажников Представители итальянской мафии перевезли бедных людей Багажник почти правильной формы Очень такой он объемный Больше, пожалуй, сказать нечего Здесь даже еще Нашло свое место запасное колесо Никакой ржавчины здесь нет Да, прикасаться к таким автомобилям Которые просто пахнут историей Это удовольствие для меня И буду стараться показывать такие автомобили вам Если интересно, подписывайтесь Буду благодарен Сегодня в Нидерландах сильный ветер Я думаю, что это слышно Но надеюсь, что это не помешает нам Насладиться эстетикой этого автомобиля Альфа Ромео Джулия 1300 Ti Ti переводится как Туризма интернационали По сути, всем нам привычная Гран туризма То есть машина, по сути, создана для путешествий С комфортом На большие расстояния По красивым дорогам Что касается интерьера Ну, тут мне сложно Избежать сравнения с автомобилями Копейка Пятерка Тройка В общем, с советской классикой Потому что мы понимаем, что Советская классика была создана Ориентируясь на вот такие вот автомобили Как Альфа Ромео Джулия Или как Фиат 124 Очень тут все так вот Ну, сопоставимо Похоже по ощущениям Запах даже похожий Панель похожая Но в мелочах, конечно же, все отличается Давайте все-таки пробежимся По элементам интерьера Классная винтажная ручка Стеклоподъемника Не мог не удержаться От удовольствия покрутить ее Здесь у нас тахометр Расчерчен до 7000 оборотов Здесь датчик уровня топлива Бензина Что означает бензин Видите, как хорошо знаю итальянский И здесь у нас спидометр Расчерченный до 200 км в час Довольно Довольно много Интересно, насколько разгоняется этот автомобиль На самом деле На своем пределе В подголовниках есть зеркала Может позавидовать мой Дастер В комплектации бомж У него зеркало пассажира нет Здесь есть и у пассажира зеркало Конечно же Красивая девушка Должна в любой момент Поправить свой макияж Иметь возможность Не буду сейчас сигналить Тихая нидерландская деревушка Не хочу никого беспокоить Магнитола здесь современная Но сделанная в старинном стиле В таком винтажном стиле Вот эта панелька Она немного приуныла Здесь появились пузыри Но я думаю, что мой друг Йохан Он очень скоро это все восстановит У него много машин Конечно же за всеми не уследишь Те, кто владеет Или владел полтаймерами Знают, что там всегда есть На что обратить внимание Всегда есть чем заняться Сидения без какой-либо Ярко выраженной боковой поддержки Очень мягкие Опять же, все они вам знакомы По Не вам Не всем, конечно Но многим они знакомы Скажем так По советской классике Подголовника нет Это, конечно, очень небезопасно Но в те времена Это считалось нормальным Коробка передач Если не ошибаюсь Пятиступенчатая Из названия модели понятно Что под капотом должен жить Мотор объемом 1300 кубиков Но прошлый владелец Этого таймера Заменил мотор На больше по объему И сейчас здесь почти 1800 кубиков Примерно 100 лошадиных сил Но, как видите, никакого колхоза Все очень аутентично Два карбюратора Такой интересный впуск Корпус впускного фильтра Кабличка с номером Автомобиля И вот подъехала еще одна Интересная машина Это друг Йохана Владелец BMW M5 Е39 Только посмотрите на этот мотор Машина Легендарная В идеальном, опять же, состоянии Если вы захотите Мы познакомимся с ней поближе Но уже как-нибудь в другой раз Дайте знать Довольно быстрая машина И довольно приятно звучащая Но если вы не любите машины То чувствует, как классическая лада Да, это такая лада Или немного быстрее Да, я говорю о том, что Если вы не очень хорошо разбираетесь в автомобилях Как, например, я в таких автомобилях Старых не очень хорошо разбираюсь То по ощущениям, как я уже говорил Это все та же лада Только быстрая 110 ощущается, как 150 Вау, 120 Немного страшно Успеем ли мы затормозить Помогут ли нам Дисковые тормоза по кругу Да, вполне себе уверенно Мы затормозили Упление Уп 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 Уп